шалом раха одна из десяти заповедей это уважение родителей сказано в торе что нужно уважать своего отца и свою мать это пятая заповедь ее важность нельзя даже начинать понять с одной стороны это очень логично на это наша благодарность на это это те люди которые нас вырастили которые все для нас сделали все возможное и есть вторые есть логичные заповеди на как не убей не укради мы потом уважать родителей и заповеди которые мы с первого взгляда тяжело понять это как не сетчат нас как не кушать мясное и молочное месте не варить вместе не кушать это вместе уважать родителей это классический пример того что мы понимаем на самом деле даже если родители на несчастном каком-то ситуации они не вырастили своего ребенка они отдали его куда-то его адаптировали им не волновало что с ним будет и они не заботились о нем и только потом потом как-то он их находит несмотря на это у него есть обязательства уважение их как будто бы не вырастили поэтому с одной стороны это митсва это заповедь которая настолько рационально и понятно но в конечном итоге это заповедь потому что они мои родители неважно я благодарен им не благодарен они все для меня сделали или ничего я должен уважать в в этом про конец к и другие рассказывают что очень часто мы видим тут mida connected mida мера за меру если дети они не дают вот это уважение своим родителям они не ухаживают за своим папой мама не не они наоборот как-то носятся к ним пренебрегая то потом они увидят тоже отношение к самим себе в известная история с рапан котлер когда решила лейквуда он был в самолете и его сын путешествует вместе с ним то получилось так что он сидел рядом с профессором тоже евреем но нерелигиозным и они сидели тот оба и раф котлер и профессора они путешествовали со своими сыновьями и контраст был потрясающий когда если сын раф котлера он постоянно ним ухаживал он приносил ему что-то покушать попить когда ему что-то было удобно учился с ним он его было бесконечное уважение и любовь которую он он показывал своему отцу то на другой стороне этот профессор со своим сыном они спорили ругались это было просто ужасно на это смотреть в какой-то момент когда сыновья не присутствовали то это профессор обратился к крыши укропа арон спасила а в чем ваш секрет как бы вот я к сожалению завидую у меня нет такого отношений со с моим с моим сыном что я сделал не так на что рапан ему ответил очень просто он сказал что по как вы по вашей идеологии как вы смотрите на мир на создание то в вы верите эволюцию а мы знаем что а шем создал мир на верим что он создание и наши братцы наши праматери это кто-то к кому мы постоянно стремимся это наша наш идеал у нас мы получили тору и все поколения передавали то из друг другу то мой сын видит во мне это звено которое ближе к дарване торы ближе к врам и цех яков сара рифка рахло ли ок нашим процент по матерям он видит во мне кого-то кто ближе к этим поколениям и это дает ему уже естественное натуральное уважение ко мне а ваш сын он по вашему воспитанию он видит вас как кому-то на как вот эта вот ступенька ступеньки к ближе к неодетальцам он вижу ближе к обезьяне поэтому он как бы звено которые выше которые дальше которые уже более прогрессивное и зачем уважать кого-то кто гораздо ниже его этим просто он хотел его встряхнуть и показать что все зависит от вашего воспитания от вашей перспективы в в одной семье хайм давид рубин один старик он его жена умирает и он уже один одинок уже очень-очень стар и хайм давид у него нету его его дети приглашают его чтобы он жил вместе с ними он вдовец он как бы чтобы ему было не одиноко и он понимает что у него это единственная возможность для него и он очень любит своих детей своих внуков поэтому он соглашается и так он переезжает своим детям дом через некоторое время он сидит в гостиной он слышит как другой комнате мама просит детей просит одного ребенка чтобы он вынес мусор мусорное ведро на что этот ребенок отвечает нет нет что я сейчас занят я я я не могу я уже прошлый раз просто раз я выносил мусор куда другой обращается к другому ребенку и просит того что сейчас нужно вынести мусор уже за все наполнилось он отвечает нет почему только я я занимаюсь домашним заданиями кто другой которым нечего делать пусть он внесет так третий ребенок находит тоже какой-то ответ четвертый и мама уже не знает что делать говорит что давайте сделать возьмем путь жребий кто выиграет жребий у меня нет сил спорить с ними как ты их поэтому гадать и жребий пур и кто на кого выпадет тот выносит мусор но это еле-еле соглашаются и вдруг они видят что дедушка вошел в комнату и он выглядит очень как-то не не радостным они испугались что случилось он говорит своим внукам идите ко мне подойди ко мне и они садятся на диван на него окружает я хочу что-то рассказать когда венгрии на это это страна которую фашисты заняли практически последнюю очередь и то мы что в нашем городке внезапно появились нацисты и они нас мы должны были сразу же собрать какие-то вещи и они сказали что они нас увозят мы очень испугались мы мы были с но папой мама они начали судорожно все собирать какие-то самые важные вещи собрать какие-то чемоданы не сказать что у нас каждая семья может взять максимум по чемодану мы собрали эти вещи и нас погнали на главную площадь и там было стояло две грузовые машины которые очень быстро наполнялись было был крик право-лево 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 и хайм довид сказал что что меня и маму и моих братья и сестер всех отправили влево а папу отправили вправо и так нас быстро столкали мы должны подняться и садиться в грузовую машину там моя сестренка она начала плакать она не что я хочу кушать я хочу попить и я и это было всем страшно и и мама открыла чемодан начала рыться там может быть у них была какая-то еда на его открыла она увидела что там внутри лежит филин и молитвенник молитвик нашего папы и она испугалась штук а как же так это самое если это будет у нас как папа без без молитвенника без твилина что он будет делать он ему обязательно это нужно она обратилась к нам что сейчас нужно чтобы кто-то быстренько спрыгнулся с этого грузовика пробежал отдал это папе и вернулся и никто это не привел желание это делать и когда началось просить ну ну это быстро нужно сделать пока пока мы еще пока нас не увезли ему это очень важно то я решился я я я когда увидел что мама у нас просит то я пошел я взял это я скажу да мама я это сделаю я аккуратно выглянул выглянул из грузовика я посмотрел когда там там бы тоже были были овчарки были были солдаты они они патрулировали это место но в один момент когда я не видел никого никого прохожих я спрыгнул с грузовика пробежал запрыгнул на на второй грузовик я там было темно пока я привык это я видел моего отца сидит внутри он он плакал и я подбежал к нему он меня обнял мне поцеловал я сказал что я принес ему вот филин его молитвенник он он страшно обрадовался он благодарил меня и и я сказал что сейчас я должен возвращаться но в этот момент я когда постарался выйти я увидел что там там полно солдат и они машины были заполнены и мы начали они начали двигаться и когда сказал своим внукам что это был последний раз это был последний раз что я видел моих мою маму и моих братьев и сестер больше никогда не видел он сказал что это когда у нас есть шанс сделать что-то для родителей то не ждите кто-то пока это сделал кто-то другой и также каждый из нас нужно ведь максимальное внимание должны звонить мы должны приезжать на же навещать это 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 вещь которая здесь нет границ это одна из это запад которая до вторе сказано они это дает нам долгую жизнь долгая жизнь это не значит что только здесь это говорится о жизни настоящей жизни которые безграничны это заповедь которая связывает нас с прошлым поколением это это запись которая нас несет как еврейский народ все хорошо